Мне привезли на переделку очередную тумбу. Увы, тумба старая, в некоторых местах рассохшаяся, но интересного дизайна. И девушка захотела ее перекрасить под определенный цвет дизайна ее спальни и дать ей вторую жизнь. После осмотра мебели я выявила ее недостатки. Перекошенная, плохо прикрученная дверь и отошедшая от кромки шпон. Поэтому перед тем, как приступить к перекраске, я постараюсь максимально устранить дефекты. Для начала я подклею шпон. Обычно такие мелочи я подклеиваю контактным клеем клейберит, но когда я его достала, оказалось, что клей засох. Поэтому я буду использовать обычный момент кристалл. Он также контактный, водонепроницаемый и хорошо будет держать шпон. Для того, чтобы все хорошо склеилось, намазываю и отошедший шпон, и саму тумбу клеем. И через 2-3 минуты все соединяю. Чтобы во время склеивания шпон не отошел, фиксирую места склейки малярным скотчем. Скотч наклеиваю, натягивая, чтобы он плотно придавил места приклеивания. Субтитры сделал DimaTorzok Затем нужно посмотреть, что же с дверью. В данном случае дверь сильно перекошенная. Я подкрутила петли вперед, затем назад. Углубляться в процесс регулировки петли я не буду в этом видео. Но, увы, тумба сильно рассохлась. И в некоторых местах расходится. Поэтому все, что мне удалось, это слегка поднять дверь и хорошо зафиксировать ее, чтобы она не гуляла. В общем-то, большего от меня и не требовалось. Далее отклеиваю малярный скотч и перехожу к самой перекраске и декору. Перед тем, как начать грунтовать тумбу, я процарапала лаковую поверхность для лучшей адгезии. Именно процарапала, а не ошкурила. Шлиф-листом с крупным зерном пройдусь по всей поверхности, столешнице, дверям, боковинам. Во время царапания у меня практически нет пыли и грязи. Поэтому такой вид декорирования допустим в местах проживания. И каждый желающий сможет повторить дома редизайн. Далее я тщательно вымою тумбу. Снаружи и внутри. Из декора предполагается лепнина в виде объемного букета шиповника. Всю лепнину я отливаю самостоятельно из литьевого пластика. И при желании можно заказать что-то из представленного ассортимента. Ссылка на мой магазин будет под видео в инфобоксе. Приклеиваю декор я на монтажный акриловый клей. Мне удобно наклеивать лепнину, когда тумба лежит на задней стенке. Промазываю поверхность клеем. Прикладываю в том месте, где предполагается узор. И оставляю до полного высыхания клея. После того, как узор приклеился, наношу на всю поверхность тумбы адгезионный грунт. Чтобы краска лучше держалась на пластиковой и лаковой поверхности. Да и краска на грунт ложится ровнее и более укрывистей. Субтитры подогнал «Симон» Следующим действием будет нанесение самой краски. Я буду окрашивать тумбу терракотовым цветом краской «Атури». Напомню, что цвет выбирался самой хозяйкой мебели под цвет спальни. Краску наношу в два слоя. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»